Всем привет! Вы на канале Советы Стоматолога. Не забывайте подписываться, а также оставлять комментарии с отзывами об использовании той или иной пасты. Для меня и других людей это важно. А сегодня по вашей просьбе мы разберем пасту Splat Love, которая обещает нам защиту от бактерий и вирусов, длительную свежесть дыхания и бережное осветление эмали. Также сбоку нам даются основные эффекты от пасты. Это противокариесный эффект за счет глицеризината, калия и лизоцима. Дезодорирующий эффект за счет экстракта семян перилы и ментиллактата и бережное осветление эмали до двух оттенков за счет округлых частиц диоксида кремния. Также паста не содержит CLS, SLS, PEG, парабены, триклозан, хлоргексидин, сахарин, синтетические красители и фтор. Кстати говоря, если паста не содержит фториды, то ее можно использовать всем пациентам, даже если есть флюорус на зубах. И так как больше ничего такого интересного нет, я перехожу к составу. На первом месте идет гидролизат гидрогенизированного крахмала, он удерживает влагу. За ним идет вода, потом диоксид, кремния, абразив, за счет которого паста имеет очищающие свойства. И, кстати говоря, индекс абразивности здесь 138. Он достаточно высокий, как у многих, паст сплат. И я не рекомендовала бы использовать пасту каждый день, и тем более с электрическими и звуковыми зубными щетками. Дальше мы видим содиум, лаурил, саркозинат. Это паф, который заставляет пасту пениться. Дальше экстракт стевия. После нее ментол. Бензат натрия. Это консервант с низким фактором опасности. После него идет глицеризинат калия. Мы с ним, в принципе, уже знакомы. После него бикарбонат натрия. Это еще один абразив в составе. Сарбат калия является еще одним консервантом, тоже с низким фактором опасности. После него мы видим ментиллактат. Он придает пасте освежающий эффект, а также обладает успокаивающим, противовоспалительным, тонизирующим свойством и стимулирует микроциркуляцию. Бутиленогликоль – это двухатомный спирт, усиливает действие отдушек и является еще одним консервантом. Дальше кальций, алюминий, боросиликат – это минеральное вещество. Разновидность льуды используется при создании декоративной косметики для создания эффекта перламутрового и сатинового мерцания. И дальше мы видим два красителя – пурпурного и белого цвета. Следующий компонент – это лизоцим, это лизатобактерии, он помогает бороться с кариесом. А за ним силика – это еще один абразив, уже третий в составе, насколько я помню. Следующий компонент может использоваться как загуститель и как еще один абразив, а после него идет гидроксид. Калия, он имеет низкий фактор опасности, служит стабилизатором кислотности. Дальше масло перилы. Обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом. Следующий компонент, опять же, может использоваться и как абразив, и как красящий пигмент, вызывающий помутнение. Ксантофил – это пигмент желтого цвета. И последние два компонента – это витамины С и Е. И теперь, по традиции, мы с вами откроем пасту и посмотрим на нее. Тут же есть письмо от сплата, как обычно, с разными описаниями и пожеланиями. И паста вот такого приятного цвета. Моя оценка где-то 4-5 из 10. Здесь нет фторидов, но нет и кальция для укрепления эмали. Также у всех паст сплат мне не нравится индекс абразивности. Я считаю его достаточно высоким для того, чтобы пользоваться пастой каждый день. Но об этом я уже говорила выше. И я оставила бы эту пасту где-то на 1-2 раза в неделю. В общем, кто пользовался, я очень жду ваших отзывов. Пока что на этом все. Всем спасибо за внимание и пока! Продолжение следует...